Плановый прием для трехлетней Елизаветы Сухоливской – обязательная и нужная процедура. Помимо традиционного осмотра, девочки делают прививки, которые защищают ребенка от опасных болезней. В следующем году родители планируют сделать Лизе еще одну, на этот раз от гриппа. И это правильно считает папа Евгений, который сам недавно принял участие в компании по вакцинации населения. У нас на работе предлагают прививаться каждый год. Я работаю на Компа, и у нас перед зимним периодом предлагают привиться до гриппа, что это тоже очень выгодно и полезно. Вы прививаетесь? Да. Ситуация по вакцине-профилактике против гриппа с каждым годом улучшается. В течение 2015 года силами медицинских работников нашей поликлиники привито 19 630 детей. В то время, когда в 2014 году 16 100 с чем-то, с хвостиком. То есть в среднем на 3000 деток привито больше в 2015 году, что, конечно, радует. Ну и, в принципе, если брать ситуацию в соседней Украине, те летальные сходы, которые известны на сегодняшний день, они, естественно, были у лиц непривитых, это однозначно, у лиц группы риска, то есть люди имели какую-то хроническую патологию сопутствующую, и, конечно же, отмечали случай позднего обращения за помощью к медицинским работникам. Доктора уверены, благополучная эпидемиологическая ситуация и низкий процент вирусных инфекций – заслуга прививочной компании. Как итог, в школах Бреста дети болеют редко и без особых осложнений. Аналогичная ситуация и со взрослым населением. За два прошедших года было привито около 40% жителей города и области. Именно поэтому, по данным Национального центра по гриппу, сегодня эпидемиологический подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, планируемый в конце января – начале февраля, ожидается средней интенсивности. Несмотря на обнадеживающие прогнозы, сотрудники Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья заранее готовятся ко всевозможным форс-мажорам. В эпид-сезон, в отделы образования, в комитет по труду и социальной защите, то есть в школах и детских садах будут усилены утренние фильтры для того, чтобы не допустить заболевших детей в коллективы. Будет усилен дезинфекционный режим. В лечебных учреждениях мы тоже планируем вводить ограничительные мероприятия на посещение. Видом гриппа, которые выделяются при обследовании людей заболевших, при клинике проводится забор мазков, исследование крови, никаких новых видов гриппа не выделяется. То есть у нас циркулируют на территории, которые, как и на протяжении всех предыдущих даже пяти лет, обыкновенно сезонный вирус гриппа, H1N1, который никаких особенностей, либо каких тяжелых последствий не предвещает. То есть при своевременном обращении за медицинской помощью и своевременном лечении, ну и, конечно, соблюдении мер профилактики. По статистике, один носитель вируса ОРВИ или гриппа может заразить около трех тысяч человек. В общественном транспорте, на работе, в магазине и других местах скопления людей стать объектом инфекции просто. Поэтому главным оружием против нее становятся меры профилактики. Тем более это касается тех, кто не привился минувшей осенью. А значит, прогулки на свежем воздухе, прием витаминов, а также исключение на время поезда в соседнюю Украину – необходимые действия, которые помогут благополучно пережить прогнозируемый подъем вирусных инфекций.